Здравствуйте. Здравствуйте. Ну как, ехала? Чего, спасибо. Да. А на дыхни. Дыхни. Зачем? Дыхни, дорогой. Я не буду. Дыхни, говорят. Ну? У вас спички есть? Спички? Да, спички. Зажигайте, пожалуйста. Вы что пили, армянская? Особая таджикская. Продолжая разговор об автомобилях, вы должны знать, что в новых правилах дорожного движения есть специальный раздел. Обязанности водителя при общении с инспектором ГИБДД. Этот раздел не все читают, но он любопытный и достаточно жесткий по отношению к водителям. Итак, что должен обязательно делать водитель, выезжая на дорогу? Водитель должен помнить, что выехав из гаража, он уже создал аварийную ситуацию. Водитель должен помнить, что он чмо. Человек материально обязанный. Водитель должен ввести деньги для сотрудника ГИБДД со скоростью не менее 60 км в час. Увидев позади себя машину с проблесковыми маячками, водитель обязан прижаться вправо, остановиться, выйти, лечь на асфальт лицом вниз, вытянуть в правой руке непомеченную тысячерублевую купюру и повторять, виноват и справлюсь, не поднимая головы, пока не затихнет звук отъезжающей машины. В случае, если сотрудник ГИБДД не остановил водителя, водитель должен сам остановиться и спросить, что случилось, почему не остановили. Запрещается целовать сапоги и руки инспектора ГИБДД одними и теми же губами. Перед поцелуем рук инспектора водитель должен вытереть рот ветошью. Водитель не должен знать правила дорожного движения лучше инспектора ГИБДД. Отвлекать инспектора во время пересчета денег категорически воспрещается. В случае, если сотрудников ГИБДД двое и более, штраф увеличивается вдвое и более. В этом случае водитель не должен ставить сотрудников ГИБДД в неудобное положение, вручая одну купюру на двоих и более. Инспектора не обязаны искать, где разменять деньги. Впрочем, водитель может быть отпущен, если приведет инспектору трех и более нарушителей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова